Сегодня в Доме народного творчества состоялось традиционное послание главы правительства Шалбана Караула Верховному хуралу Тувы. В первую очередь он поздравил жителей республики с Днём Конституции России. Дорогие коллеги, хотел бы от всей души поздравить всех вас с этим важным государственным праздником, с Днём Конституции нашей страны. Желаю вам успехов в государственной деятельности, на благо родной республики и великой России. В послании глава Тувы отметил социально значимые проекты, большинство из которых уже стали материальной и социальной помощью для многодетных семей, а также развивает республику в целом. Это кыштаг для молодой семьи и «Одно село, один продукт». Проект «Одно село, один продукт» только на первом этапе дал нам около двух тысяч новых рабочих мест. Обеспечил возможность выйти на кластерный принцип организации агропромышленного комплекса. Создание мясного кластера даёт первые результаты. Сегодня уже вкус Туинска-Баранина могут отведать жители северных и сибирских регионов, Подмосковья, Москвы. Потребителям отгружено уже более 300 тонн мяса. Только одно предприятие ежемесячно у нас производит по 25 тонн колбасных изделий и полуфабрикатов. Конечно, это здорово. Сегодня по программе «Кыштаг для молодой семьи» в Туве создано более 200 фермерских хозяйств, которые ещё будут расширяться. Помимо этого, будет дорабатываться и вопрос об электроснабжении чабанских стоянок. Кроме того, глава региона отметил, что правительство республики прорабатывает вопрос о снятии возрастных ограничений по данному проекту. Сегодня желающих стать его участниками намного превышает ежегодную квоту. В этом году сразу несколько сельских сходов обратились ко мне с просьбой снять возрастной ценз 30 лет и допустить до участия в проекте семьи постарше до 45, может даже 50 лет. Также Шулбан Караул в послании озвучил и новые проекты, которые нацелены на развитие мораловодства, коневодства и оленеводческого хозяйства. «Хорошими темпами растёт у нас поголовье лошадей. В следующем году мы реализуем проект «2ААД». В его рамках уже начат породный переучёт. Идут генетические исследования, на основе которых будут выработаны рекомендации по сохранению и усилению племенного ядра туинской породы лошадей. Министерство республики запускает адаптированную версию проекта «Кэштат для молодой семьи» для оленеводческих хозяйств. Также председателем правительства республики была обозначена актуальная для Козыла проблема – это загрязнение атмосферы столицы сажей в зимний период. По словам главы региона, козылчане больше всего страдают от болезней органов дыхательных путей, в частности, раком лёгких. За последние пять лет уровень болезни повысился почти на 50%. Поручаем Министерству экономики, Министерству финансов изыскать возможность и найти источник для софинансирования из бюджета инвестиционного проекта, предлагающего лучшие технологические решения по снижению уровня сажей в атмосфере города Козыла. Необходимо объявить открытый и публичный конкурс с участием не только представителей республики, но и других регионов России. Это первое. Второе. В мере города Козыла необходимо в кратчайший срок выработать механизмы стимулирования владельцев частных домов на приобретение угольных брикетов или установку специального печного оборудования по снижению выброса. Не менее острой является вопрос организации пассажироперевозок, в частности, в Козыле. По поступающим сигналам от жителей столицы вырисовывается картина того, что в этой сфере отсутствует качество и порядок, отметил Шалбан Караол. Так он поручил депутатскому корпусу города Козыла и столичной мэрии принять в этом секторе конкретные действия. Будут привлекаться и частные государственные партнерства, будут привлекаться предприниматели. Во-первых, в первую очередь это приобретутся муниципальный транспорт. Во-вторых, будет оказана помощь тем предпринимателям, которые захотят улучшить свои машины, поменять их на более крупные базики, которые соответствовали бы требованиям большого города. В ходе послания были отмечены и положительные моменты, в частности, польза внедрения новых цифровых технологий в медицину республики. Качество медпомощи и высокий стандарт обслуживания стал возможен благодаря автоматизированному процессу. Это, безусловно, требует качественно новых знаний персонала и существенно помогает пациентам, отметил он. Приоритет направления деятельности Министерства здравоохранения выберем направлением цифрового здравоохранения, то есть электронного здравоохранения. Для этого предпосылки есть. У нас функционирует на сегодняшний день единая информационная система здравоохранения. И она интегрирована в общую единоинформационную систему здравоохранения страны. Поэтому эта работа имеет достаточно серьезную проработку. Но остается очень много задач, которые именно мы определяем на следующий год. Тува всегда славилась историей своих малых сел крепкими животноводческими традициями. Именно поэтому нужно поддерживать малые села и поселения республики, отметил глава Тувы. Все акценты, все внимание будут заложены на развитие малых сел. Это действительно самая острая проблема, один из острых проблем нашей республики. И кроме этого, огромное внимание на интернет-ресурсов. И именно эти интернет-ресурсы должны тоже работать на наших отдаленных сел и поселках. И поэтому я поддерживаю именно вот этот проект. И год тоже объявлен годом наших отдаленных сел и поселков. В послании глава региона представил анализ текущей социально-экономической ситуации и обозначил основные направления развития республики на предстоящий период. В заключении он отметил, что правительству региона предстоит продолжить реализацию многих жизненно важных для экономики республики проектов. Президент стран.